привет стримаши обзор небольшой еды я уже снимал несколько роликов появились такие магазины маленькие квартиры на первых этажах ломают и записивают там такие разные магазины и тут несколько штук овощных и они говорят что вот по оптовым ценам все очень мега дешево но с ними возникает проблема то что они не такой же товар продают высохший бракованный там апельсины которые сгнивают через два дня хотя обычно апельсины бы хранились дольше намного месяц какие-то вообще чисто протухшие штуки были там плесень прям было мухи ползают мега опасные такие штуки хотя я видел днилые и протухшие овощи фрукты были в пятерке лежит там какой-то фрукт и он там половина сгнившая такое бывает и в перекрестке но там конечно побольше такая вероятность был магазин грядка там можно было кое-что купить апельсин например мяты и они были не гнилые иногда они были просто высохшие как бы пустой внутри апельсин него и конечно покупать опасно это можно сильно отравиться такие штуки помятые я считаю ничего страшного покупать вот такие вот магазины для бедняков вот туда и ходил в эту грядку но читала закрылась видно бедняков уже немало стало ну и там они плохо торговлю или огурцы лежали у них 43 желтые кривые не стандарт хотя они везде уже по 35 по 30 были но такие же кривые но в общем плохо за ценами следили фиг знает что-то закрылись пофиг с ними потому что они по сути сильно цену не снижали они именно в основном что такое сильно протухшие продавали как например персики там брикосы 120 а там они лежали 90 рублей цена почти такая же но они сильно грязные всех каких-то пятнах какая-то болезнь что ли так что что-то по такое помятая тоже надо уметь продавать и покупать нельзя как какие-то помои вообще выписывать людям которые с плесенью это я думаю слишком даже для таких магазинов так ну такой обзор еды с позиции экономии потому что по сути но в том же перекрестке сейчас вот эти помидоры продаются называют их грунтовые сорт я не знаю здесь вот помидоры 15 рублей килограмм стоят они видите там мятый ну мятый вот эти с одной стороны но в них гнили нету насколько я вижу там потому что бывает они начинают горчить когда долго валяется это просто вот мятый бог вот это что я выбрал такие помидоры от рублей килограмм 50 перекрестки в ленте такие же точно и обычно они тоже такие уже помятые не идеальные такие бака но они не у денис ты больше у денис ты там пятно такое темное идет внутри просто каша огурцы 25 это неплохо потому что такие же мятые перемятые 35-40 ленте там сильно надо выбирать тоже но они тоже не совсем нормально видя не сильно жесткие папу рыжку же нету они уже все сдавились то есть они долго валялись здесь за жесткий такой и чем горчит иногда потому что они долго валяются ли там растут без воды как я бабулька сказала но по виду вполне нормальные такие же как ленты иуда третий пакетик я не мог отличить это которые дороже 30 рублей 2 раз дороже но такой же сорт просто они там был те вот которые слева они каждая вторая была сильно мят а эти просто ты берешь они все не мятые как бы видеть такой же сорт просто для интереса я купил прикольные помидорки заплатил я не взвешивал надо бы вести весы у меня есть 75 рублей получилось взвешу потом скажу вам может быть если обман 25 15 и 30 и картошка 21 рубль хотя она везде 25 26 29 грязная такая обычная картошка вот что я купил ну думаю это неплохо то что я купил так конечно выбирать надо но 15 рублей помидоры ну еще по вкусу я попробую они бывают чисто выглядят нормально но там где-то стухли там на складе вот так вот можно купить как я сказал часто бывают уже сильно испорченные продукты там надо внимательно выбирать никакой они доброты не делают сеть торговцы они зарабатываются иногда можно купить что-то более-менее нормальная грядка исчезла единственное чем не там жалко что апельсины 25 рублей по-моему они были и более-менее нормальные просто мятый бог иногда сухие ну так нормальные апельсины сейчас апельсина во всех других местах 70 рублей конечно жалко этим грядка была хороша магазин ну картошку я не вижу смысла показывать картошка грязная и мелкая еде то что грязная но в общем-то помыть можно мелкая но в сильно сердит невозможно чистить вот это там она крупная и среднего размера более-менее 21 рубль это нормально это даже выбирать не пришлось фактически на этом все таких магазинов сколько их уже где-то рядом таких первые этажей они разламывают три или четыре внутри рядом один подальше но там очень надо выбирать потому что я как повторю часто бывает чисто протухший товар который вообще ничего не стоит ну вот за этим не пришлось идти подальше на этом все пока